здравствуйте друзья я иван завьялов эксперт национальной ассоциации аукционных брокеров занимаюсь выкупом и реализации имущества должников банкротов в рамках нашей неформальной встречи я хочу вкратце осветить вопрос о коррупционной составляющей торгов по банкротству насколько она действительно существует и насколько она влияет на результаты проведения торговой процедуры начну я с того что воздействовать на торговую процедуру напрямую или косвенно могут три составляющие это арбитражный управляющий организатор торгов если он не является арбитражным управляющим и электронно торговая площадка конечно все три этих структуры так или иначе обладают дополнительной информацией в ходе процедуры даже в момент приема заявок и в момент проведения самой процедуры эта информация может послужить дополнительным источником для принятия решения да по ценовому предложению либо по каким-то техническим воздействием на саму процедуру но я вам скажу что ввиду того что самым главным участником этой торговой процедуры является конкурсный кредитор который собственно говоря ждет от реализации имуществом максимальное количество денежных средств соответственно в его пользу работает 127 федеральный закон то здесь можно так сказать не получится беспределить не арбитражному управляющему не организатору не электрон торговой площадке потому что явно так сказать слитые торги могут быть опротестованы в конце прошлого года мы участвовали в покупке объектов жилой недвижимости коммерческих помещений в таунхаусе у нас в санкт-петербурге к нам приходили клиенты от других брокеров которые якобы имели связь с электронной торговой площадкой с организаторами торгов они действительно столбили за клиентами лоты и говорили что со стопроцентной гарантией они приобретут для них это имущество даже если учитывать тот факт что у них действительно был какой-то сговор то стопроцентной гарантии никто дать не может все-таки в торговой процедуре главную роль играет цена которую вы предлагаете за имущество здесь встает вопрос о том что вашу заявку могут не допустить до участия в торгах но для этого должны быть законные основания и это прописано 127 федеральном законе если ваша заявка полностью соответствует требованиям и вы в этом уверены то не допуст такой заявки можно обжаловать фас и отменить результаты торгов за двухлетнюю историю участия в торгах мои заявки и заявки моих коллег всегда допускались до торговой процедуры потому что в свое время давид и павел научили нас правильно их составлять делать правильные комплекты документов и соответственно у организатора торгов просто нет оснований не допустить такие заявки и дальше встает вопрос уже о конкурентной цене так вот на примере кейса который я приводил мы зашли в эту процедуру там реализовывалось порядка девяти квартир три из которых мы выиграли для своих клиентов которые пришли вот как раз от тех как бы заряженных брокеров о чем это говорит о том что мы просто предложили конкурентную цену которая была выгодна нашим покупателям и возможно не было выгодно тем покупателям которые заходили от мнимо заряженных брокеров я хочу еще раз сделать акцент на том что любые действия арбитражного управляющего организатора торгов электронной площадки могут быть обжалованы и конечно же они живые люди и это их хлеб и заработок и они никогда не будут рисковать не репутации не своим положением ради получения мнимой прибыли всегда участвуйте в торгах несмотря ни на какую информацию о том что эта процедура коррумпирована потому что только конкурентная цена даст вам возможность выиграть это имущество я могу более того сказать что и организаторы торгов и арбитражные управляющие конечно могут предоставить вам какую-то дополнительную информацию за вознаграждение но повторюсь они никогда не будут этого делать в открытую и никогда не будут переходить некоторую планку которая скажем так нарушает права кредиторов потому что весь 127 закон направлен на то чтобы защищать права кредиторов спасибо дорогие друзья с вами был иван завьялов ссылки на мои контакты вы найдете в описании под видео ждем вас в национальной ассоциации аукционных брокеров пока удачи удачи Продолжение следует...